и друзья мои на сегодня опять 29 марта он внучок голубят не иди иди а то и делами и наборный голуби сорвались от чего-то там что она вон ворона наверно шарахнула их там дождик начал моросить давай давай иди лови а турик ну конечно не родной двоюродный но все равно а то а это мадон кенкан из я спрашиваю чей ты жизнь но ведь дети гагика теперь он уже второй братик родился у него до 2 братик вот того дедушкина арарата любовь смысл жизни от него до по человеку мой сладкий а вы здесь удару на поддержи сейчас я кое-что хочу показывать из молодых ребят спрашивают вот видите дорога ложку кобеда спрашивает как привязать показывать вот смотрите друзья мои ару сделай так чтобы видно было привязывается где-то 6 7 это с таким жестким голубям минимум 67 естественно поменьше то уже 56 то есть а перед и вот сейчас смотрите вот как раз хорошо получилось вот видите и рог вот это видно тут должно быть длиннее чем вот это то есть тут перо растет то есть вот она ведь сейчас попробуем показывать видеть то есть это перо не росло значит желательно тогда с другой стороны посмотреть как на том вот на этом крылье значит нормально разница нету что вы крат правое крыло свяжите или левое свяжите здесь видите перо ровное то есть тут если вы привяжите перо будет расти изолента или резинки ли то будет мешать его то есть не получится либо можно булавкой вот раньше мы кололи булавкой берете булавку продлевать данного блоком вредит стволы поэтому я никогда не пользуюсь то есть пробили сквозь это до ствол 2 вот этот перо можно было пропустить то есть вот это не пробивайте она будет расти значит делается как обычно канцелярская резинка то есть продается выйти на канцелярских магазинах можно ими посчитали там сколько перри значит там допустим 67 перри взяли посчитали отделили как пучок вот это перо чтобы она была ровно видео я их выравниваю надеваете резинку и пошло натянули и начинаете заматывать но это ломает как бы перо потом она конечно выравнивается можно резинкой уйдет но видите даже 7 перри все равно заскакивает берем обычную изоленту также смотрите состояние крыла чтобы не было но здесь крыло ровно и допустим также развязали тоже 2 3 4 5 6 7 допустим но можно 8 даже делать разницы нету вот так положили и по перу то есть это да вот смотрите потом будете развязывать что отсюда выдернуть то есть вот по часовой след стрелки пошли вязать привязали ну желательно по часовой что потом когда будете развязывать перо не повредить а так по лицепи по большому такого многое значение не имеет да что ж ты гаденыш вороваешься так тоже отрезаны но но зацепи языке этот весь мир разницы нету и все этот голову же не сорвется то есть будет сидеть ну тут я уже 8 потом уже потихонечку как видели что голод привыкает надо уже вот развязывайте изоленту что перо не повредила почему и пошло по часовой стрелке против часовой уже как бы не вредит потом допустим уменьшайте оставляйте 5 штук 4 штуки 3 штуки там ну на 3 на 2 желательно чуть чуть больше продержать чтобы был как бы он вроде и свободен но однако будет мешать соскакивать то есть не будет сорвать это вот сын моего старика вот этот голуби с двумя перьями мотался поэтому всем привязки давай я буду снимать ты будешь дергать иди кристалину дождик начал капать или дерны пусть уходить 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 не хочет ну ты чё не хочешь летать что ли не хочет идти походу зашугал я его да там еще ребята спрашивает как как вы поройте голубей по любви или по это но вообще-то я стараюсь паровать по качествам по параметрам то есть ну еще как бы чтоб совпали но и нора заставляя конечно и по любви вот синий голубь в общем это вот я сегодня утром ролик снимал правда очень долго грузилась там недавно она в этом в однокласснике это но в ютубе в однокласснике это вот тот синий голубь он поролен с пера щейка а пера щейкой то есть голубь у него пера щейка птенцом дадут вот два их них новых птенца сидят в голубя дне вот это тоже их не вот там желтый кольцо на ногах нашим от этого голубя ну как бы для меня цвет очень мало что значит такого цвета я всегда говорю пусть будет даже цветом дерма но пусть этот голубь что-то показывает поэтому я на это как бы внимание не обращаю на цвет голубей в основном я люблю чтоб лед бой мозги ну мозги потом лед будет вот тоже нагляд например вот видите с белой голубкой это был голубь белокрылой голубки но видели той голубки который нету не этот который вчера снимал была еще жестче голубка то нету копчик забрал вот с паровала с белой и бог с ним какого цвета дадут не знаю будет вот так и мне вот честно говоря вот таких больше нравится вот такие такие вот белокрылые там тоже в чеке то есть я как бы ну сказать что по любви тоже неправильно сказать что не по любви тоже неправильно смотрю по голубям кто кого стоит до дождик что-то пошел уже нормально начинает капать вон она там полу а эти летают или сели кто-то летает кто-то на он и копчик там пошел это уже я со старого хотел я молодняк кинуть пока брат где чтоб снимал на крышу но вот видите что получилось дождик капает сейчас их нельзя будет кидать потому что намокнут заболеют пока у нас холодно вон снеге что стоит там даже сегодня не тает сегодня прохладненько нужен тот террористы грамма тайла хорошо сегодня плохо тает ничего хорошего не приведет не приведет потом песку на начнут чихать кашлять в общем от этого поэтому надо как бы беречь нашим голубей по поводу того когда голуби болеет там из ребят тоже написали гайд вот дал там это 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 ничего не помогает друзья мои но если голубь не восстанавливается смысла нету держать потому что лекарство вы даете чтобы она как бы дал толчок потянуть дальше организм сам должен срабатывать иммунитет должен сам действовать если не действовать смысла нету не пожалейте там от больных голубей спокойно надо избавляться тем меньше будет больных голубей в голубятни тем будет состояние лучше у всех остальных поэтому как бы а тут иди сюда иди деда тебя опять с ними поэтому надо стремиться к здоровым голубям когда голубь здоровый не болеет дыхание хорошие дата не чихает не хребеть когда даже простыдым и что же когда насморком болеем там тоже не бегать не работать ничего не получается на же самое у голубей ну иди там кто тебя там больше нравится иди поймай атулик то же самое с голубями да если состояние здоровья и дети вот того поймать вот тут сидят такие же кнопки как и ты видишь вон 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 и что иди поймать иди иди он такие же артурчики маленькие до артурчики маленького и гоносили вот этих двух и засрали боишься поэтому за когда состояние здоровье хорошее они будут и летать и показывать и будет радоваться но из ребят там один написал да говорит у меня голуби ленивые но я их люблю конечно друзья мои любить надо их всегда и стремиться дать им чего-нибудь если ребенок себя не в неправильно ввел это да там объяснили наказали но это ваш ребенок его надо любить и надо ума довести до чтобы он достойным то же самое с голубями надо любить своих голубей тогда у вас все получится ну чё друзья мои удачи вам всем всех благ занимайтесь любите это ближе к теле чем там грудь бить волосы себя на это да на груди рвать или терняшка вот у нас такие у нас секи там это все пустые разговоры все что есть это ваша все что вот здесь есть это моё и вот каждый должен радоваться в общем но при этом нельзя завидовать друг друга надо добродушно относиться с уважением друг другу тогда будет все нормально и ответ как я пару и по любви и так то есть по параметрам если голубь со соответствует по параметрами полета и побои вот я их пару и уже мне обязательно не должна быть родственные эти кровь не совпадать то есть чистота минимум семь поколений я стараюсь держать ну принципе и на пять и на шесть ничего страшного не будет просто когда родственные пары они помимо хороших результатов допустим двух летных там братья сестрой споровали они вам могут дать еще летного голубенка да но этот голубенок будет уже тупее то есть помимо одних качеств да и по этих хороших есть и плохие качества то есть они набирают в лед и они набирают бои в красоте но теряет мозгах не знаю есть смысл этим заниматься или нет я лично не занимаюсь я стараюсь на мозги первую очередь внимание обращать вот то что я в любую погоду мог поднимать и очень многие где такую погоду это обман это нереально такие голубевые это да вообще голубей выпускать или с такого расстояния да нет все это нормально просто надо на мозги работать первую очередь голубей пескуня то вот видели соскакивать никто никуда не падает все четко садятся на мою крышу потому что мозги есть к этому надо стремиться этому не надо завидовать и если кто там думает что я кому-то там унижаю там оскорбляю там пальцы вером это да ну друзья мои это да очнитесь просто смотрите трезвыми глазами и тогда будет все ясно все понятно в общем никого я оскорблять не собираюсь никого хаить не собираюсь да и самое главное это не моя птица и мне честно говоря что там у кого-то лежит мне это без разницы там поэтому я и завидовать не могу потому что это но стремиться ко всему хорошему надо ну что друзья мои всех благ вы уж извините внучок дороже всего всем удачи вам